Добрый вечер! Мы рады вас видеть после довольно продолжительного перерыва, длиной практически в год. В том году мы тоже начали в это же время проводить наши мероприятия, так скажем, в режиме пятницы у Мордвинова. Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы в наши планы. И мы надеемся, что все-таки наши встречи станут регулярными, встречи с нашими литераторами, любителями искусства, книг и историей. Об истории очень часто говорим. Но сначала я вас должна пригласить на Мордвиновские чтения. Те, кто пожелает прийти, пожалуйста, это будет 15 апреля в 12 часов с перерывом на кофе-брейк. Где-то до 5 часов мы будем работать. Где-где? В этом зале. Ага, можно прийти, послушать, да. Может быть, на какие-то отдельные выступления. Я думаю, мы, может быть, программу опубликуем у нас в группе ВКонтакте, чтобы люди могли выбрать выступления и прийти уже на какие-то конкретные. Ну вот, с 1 марта, я думаю, что нужно смотреть. Будет выставлена и афиша, и программка. А сегодня мы с вами наш вечер посвящаем Всемирному дню поэзии, который был совсем недавно, в понедельник. И тоже два года мы планировали с Натальей Игоревной посвятить один из вечеров памяти ее отца Игоря Долгого. Но вот, опять же, планы, да, не сложились. Но сегодня, я думаю, что мы вспомним этого замечательного тихинского поэта. Поговорим о нем, почитаем его стихи, вспомним. И я желаю всем приятного вечера, несмотря, что это вечер памяти. Я думаю, что стихи обязательно нам принесут какую-то радость, да, и радость от чтения поэзии, поэтических строк и воспоминаний о хорошем человеке. Дорогие друзья, я тоже рада вас приветствовать в нашей литературной гостине «Пятницу Матвиново» и «Вечер памяти» Игоря Долгого. Мы начнем с показа фильма, который мы сделали на основе материалов, которые были у нас в архиве в библиотеке. «Не дай мне Бог, креститься суетой, не дай мне Бог, смириться с пустотой, не дай мне Бог, от опыта сломаться, не дай мне Бог, не Бог, пожалуйста». Молитва. Молитва. Так называется стихотворение тихинского поэта Игоря Долгого, написанное им в 1986 году. В этих строках отражена жизненная позиция автора, человека с открытой, обнаженной душой, в своих стихах отразившего настроение, чувство людей своего поколения. Игорь Долгов. Творческий псевдоним Игоря Леонидовича Райского, которого мы все помним, и творчество которого посвящаем Всемирный день поэзии в нашей библиотеке. Игорь Леонидович Райский родился 4 апреля 1930 года в городе Ленинграде. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности ученый зоотехнику. Работал в различных сельскохозяйственных предприятиях Куркинской, Курской и Ленинградской областей. В технику приехал в 1965 году. Был переведен на работу из Курской области. Игорь Леонидович Райский начал серьезно заниматься литературной деятельностью уже в зрелом возрасте. Его стихи, проза регулярно печатались в местной прессе. В газетах «Трудовая слава», «Лестник», журналах «Тихениц», «Вещего Майюн», «Альманахи Провинциалов». Он был участником литературного объединения при газете «Трудовая слава», литу автограф при районном Доме культуры, членом российского межрегионального союза писателей. В 2004 году вышел поэтический сборник Игоря Долгого «Прикосновение». Мы побеседовали с дочерью Игоря Леонидовича, литератором Натальи Райской, о том, как начиналась творческая биография ее отца. Наталья Игоревна, какое место в творчестве вашего отца, технического поэта Игоря Долгого, занимали литературу, поэзию и творчество? Ну, вопрос, конечно, очень объемный. Дело в том, что у нас в семье все дети к 4-5 годам уже читали хоть Карла Маркса. И поэтому он тоже очень рано научился читать. И книги, в общем-то, его жизнь очень большая, места занимали. Ну, особенно вот с возрастом, в общем-то же в прозе остался верен книгам о природе, о животных. Вот, а в основном поэзии очень любил Есенина, Орбцова, старых поэтов. Вот, писать он начал писать довольно-таки поздно. Вот, и очень долго не решался как-то это обнародовать. Ну, потом потихонечку под влиянием, так сказать, обстоятельств. И прочее, все-таки начал. И вот, в трудовой слое опечатывался, в Вестнике у Завгороднева. Ну, и потихоньку-то потихоньку умолкнулся. Вот, если не ошибаюсь, по-моему, в 2004-м вот у него первая единственная, к сожалению, книжечка. Он очень строго подходил к отбору этого стихов. В общем-то, если начинал, ну, как всегда, начинал, вываливаешь все 28 чемоданов, а потом начинаешь так, это не считает. Надо же, чтобы не просто отобрать стихи, которые лучше, удачные, чтобы они как-то концепция была. Вот, ну, долго так работал. Думаю, очень помог питерский поэт Николай Бутенко, который вот в своем издательстве и издал. Вот. Ну, к сожалению, уже мы попали в то время, когда не автором, а авторы должны были платить. Ну, пришлось мне на выборах Госдуму поработать и сработать отсюда к мешку. Вот. Как сказать, в общем-то, он, наверное, и не мыслил в своей жизни без литературы, без поэзии. Хотя, в общем-то, по профессии он был зоотехник и всю жизнь проработал в этом, в этой области. Но, как говорится, одно другому, в общем-то, не мешало. Порвут так вот, если более-менее. Не очень коротко, но... Наталья Игоревна, почитайте нам ваши любимые стихи Игоря Долгого. Назваться. Любимых, конечно, не сказать, что-то очень много, но есть. Хотя она и длинноватая, но это, наверное, одна из любимых. Это очень-таки большое стихотворение, называется «Помни, помни, помни, жизнь слеза на реснице Аллаха». Не заметил, проглядел в беду, шивлась ног, думал, все, пропаду. Думал, выброшенный ловьем, черное падуя небытие. И, покуда болезнь держала в беду, шумнилась, выкарал в беду. Мы оставили коней, потом и шаков. Выше дорога только пешком, дорога, тропинка не шевел ладоней. Не пройти и шагам, тем более конем, шаг другой, как узок карниз. Чуть оступись, сердцем к скале жмусь, проводник говорит. Не трусь, не трусь, говорит проводник, легконогий, как юноша стройный старик. Только вниз не смотрим, джигет, где в ущелье поток кипит и смелее вперед. Нам бы только этот пройти поворот. За поворотом старик говорит, скала, в камне древнюю надпись говорит. Помни, путник, идущий без страха, жизнь слеза на реснице Аллаха. Шаг другой, как узок карниз. Третий, четвертый, чуть оступись, пятый, шестой, еще и еще пронесло. Ох, о боже, руки свело, и ноги, как мата, как ноги дрожат. Не вперед шагнуть, не вернуться назад. И какая-то сила, будто магнит, пропасть влечет, и поток кипит. Темнеет в глазах, голова, как свинец, сердце колотится, вот он, конец. Мик, и выброшенный дом ломьем, чужное падаю небытие. Холодный пот, стирая шлица, свой путь я еще не прошел до конца. Старик, подожди, помоги, сорвусь. Спокойно в ответ не тройся, только вниз не смотри, джигит. Туда, где поток кипит, соберись и вперед. Мы почти прошли поворот. Там, оборвала зверище старика, я видел, в воздух схватила рука. С ресниц Аллаха скатилась слеза. Я понял, что проводник не сказал, и в воле остаток, собрав кулак на локтях, на ногтях, на брухе, где как, локти сбивая, ноги ломая в кровь, падал я и поднимался вновь. Дополз и на камень лицом упал. Очнувшись в слезах, целовал, на скале задыхаясь от счастья, древнюю надпись. Отпустила болезнь, бред рассыпался вправь, но стучит в день и ночь, все стучит в висках. Помни, путник, идущий без страха, жизнь слеза на реснице. В стихах Игоря Долгого и любования природой, запечатленная в ритмах и рифмах, и поэтически осмысленные истории о России, судьба его поколения. И душу распахнуть, и сердце обнажить. И как свои принять и горести, и радости земные, и музыки внимать, что развета неслышная в природе. Внимая я и душой воспалить, и мир многоцветный, многозвучный, открыть в себе и выразить в никем доселе невысказанном слове. Незадолго до своей смерти на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий, Игорь Леонидович Райский поделился воспоминаниями о том, как репрессировали его отца. В октябре был арестован 2 июня, в ночь на 2 июня 1936 года в Ташкенте, куда был создан из Ленинграда в 35-м году. Это первым в Ленинград судим, в октябре расстрелян. Немного есть циклы, посвященного памяти отца и жертвам политических репрессий. Как это было? Их ждали. Сгущалась, как перед грозой тревогой. Сжатая пружинкой замерла стена Юра, старше из нас детей. А мама с бабушкой, сбиваясь, путаясь, по списку собирали узелок. И только папа внешне был спокоен. Они пришли, когда их ждать устали, в самый глухой час ночи. Не говоря ни слова, проскрепели сапогами по всей квартире медли посторонних. Собирайтесь с семьей просить котовника. Прощайтесь. Разбужина чужими голосами, босыми ножками притопала из детской трехлетняя малышка Нина. Протирая глазки, он подхватил любимицу, прижал в груди. В обе щечки расцеловал и отдал маме. А Юре руку крепко, как взрослому, пожал. Держись, сынок, теперь ты в доме единственный мужчина. Накануне папа пришел с работы необычно рано. Взял приготовленную сумку с бельем, повел нас с Юрой в баню. Домой мы возвращались от мытвия до блеска. Папа всю дорогу рассказывал забавные истории, а Юра оставался серьезным. Я же смеялся от души. Много не надо шестолетнему ребенку. Чуточку отцовского внимания и тепла. И вот уж я, полужинов, уснул счастлив. Мама хотела разбудить. А папа подошел. А мир вел меня взгляд. Тихонечко поправил одеяло. Не надо. Не буди. Как он убавится. И обратился к бабушке. Простите, если было что не так. Спасибо за детей. Когда-то не вы. Да полно вон льоне. Внутри родная кровь. Дай Бог, чтоб ваше тело благополучно зарешилось. Какая-то ошибка. Поднялись, которые за ним пришли. Кончайте. Время. Вновь на льна. Повернулся. И не оглядываясь. Первый к них, эту шагну. Отец посмертно дважды был оправдан. В 50-х при Хрущеве. И в 2000 году. Без счета могил. На просторах немереных. Их снег заметает. Их душат пески. От пудр заполярного русского севера. До полном забытых. Монгольских пустын. Фанерные звезды. Те звезды не слабили. На гробной плиты. На них не лежат. Ни тат. Ни имет. Они смерти своей не смотрели в лицо. Их трусливо стреляли в затылок. А потом. По понятиям всех подлецов. Чтоб никто не узнал ни начал, ни концов. Трупы спешно грузили в машины. С тайным грузом скрывались машины англии. Да не видали этого все мы. Но зато. Обещавший нам рай на земле. Улыбался. Довольный хозяин в Кремле. Так легко разрешали проблемы. Кое-как зло швыряли их. Не до гробов. Русь землей тропы уравняли. И обратно во тьму не поставив крестов. И могилы. По воле дождей. И ветров. Заросли. Чтоб век не шискали. Необратимо время. За поколениями уходят поколения. А память так устроена. Хорошая хранит. Все неприятное стараться забыть. И мы за разом раз вступаем в ту же лужу. Я вас прошу, идущие за нами. Сегодня, вспоминая даты, свершение славных и побед, прошу вас, помните про черные стороны, вы с той стороны кровавые уроки, да не повторятся. Страшные годы репрессий, трагическая судьба отца сыграли огромную роль в формировании личности Игоря Леонидовича Райского. Научили его, вопреки всему, любить жизнь, любить людей и свою родину. Как грелый очаг. Закоптелые камни остыли. Любовь. Уходят, кого мы любили, кто любовью подаривал нас. Но светла моя грусть. Стон тоски из груди не истонит. Обо всех там ушедших восполню с восторгом в мой прощайный единственный час. Очаг давно покрылся пылью, а в память огня живого свет и эти камни не остыли. В душе моей не горькою их нет, а благодарственные были. Игорь Леонидович Райский серьезно начал заниматься литературной деятельностью уже в зрелом возрасте. И, как мы знаем, сделал он это во многом под влиянием своих детей Владислава и Наталья. Сегодня у нас в гостях дочь Игоря Леонидовича Наталья Арестаевна. Наталья Игоревна, расскажите, пожалуйста, о вашем отце, о его характере, привычках, о вашей семье, о ваших семей и литературных традициях. Вы... Спасибо, да? Ну, частично о семье у него было рассказано. Отец мне упомянул, что его отец был, в общем-то, по сути, первым советским американистом. Именно с него потом начался нынешний институт США и экономики. Дело в том, что его отец, Аарон Гершельевич, Рабинович, то бишь, Леонид Григорьевич Райский, Райский это его партийник всегда деда, не имел даже, по сути, полноценного начального образования. Но путем самообразования достиг довольно-таки больших высот. В период революции он редактировал армейские газеты, учился потом в свое время в литературном институте Валерия Брюсова и в последние годы жизни преподавал в военной академии и в пединституте. Ну, как сказать, что, в общем-то, дело в том, что семья, наверное, все идет из семьи. Вот тут были фотографии его отца, мамы Юрия Дмитриевна Долговой, которая, в общем-то, в свое время окончила английское отделение Ленинградского университета, но всю жизнь преподавала русскую литературу. Ей, будучи директором школы из Авера, ну, так получилось. Вот ее мать, наша прабабушка, если проще, восьмин, тоже была учителем Бестужевкой. А его дед, мой отец Дмитрий Долгов, был юристом, адвокатом. И в свое время он помогал Владимиру Голубченшу-Короленко в Музданском деле знаменитом. Ну, литература, это понятно, что раз такие корни, все, как-то оно само собой пошло. Он же говорили, что отец начал писать давно-таки поздно, хотя, говорит, попытки у него были и в более молодые годы, но так, как бы с этой юности мы все пойдем. Вот. А когда уже он понял, что это не просто увлечение, а что-то более серьезное, он уже начал более серьезно так этим заниматься. Тут говорит, что расскажите об отце, знаете, о близких всегда трудно рассказывать. И очень-очень давно я наткнулась на стихи Евгения Евтушенко. начинающийся строчкой уходят люди не возродить, их тайные меры не возродить. Но все что-то это большое, а я хотела бы привести только две страфы. Такой закон безжалостный и гребен. Не люди не гребен, а милей. Людей мы помним грешным и земляным. А что мы знаем существом? Что знаем мы о братьях? Про братьев, про друзей, что знаем мы единственные с вами, и про царные мы с вами. Мы знаем все, не знаем ничего. Поэтому даже сейчас я потихонечку уже после его смерти, разбирая архивы, он наткнулся на старые дневники. Вот, к сожалению, куда-то пропали альбомы с его рисунком, он все же еще и рисовал. Сохранилось несколько листов просто отдельных и акварели прудов. Рисовать глаши, но куда-то они пропали. Надо сейчас их сфотографировать, чтобы хотя бы электронно очевидить. Мы снимаем. Вот, как я сказала, что свой путь в литературу, он начал с подаренной ему минутотелетия книги Виталия Бянки. И, к сожалению, он очень любил его, у нас много его книг в Бянке. В свое время он переписывался с его сыном Виталием Битаничем, который тоже сказал, а я могу поменяться, что же он совсем маленький был. Вот, поэтому очень любил Гришина. Очень. Вот, любил Арубцова, как уже было сказано, Есенина, Гумилева. в более старых поэках, как и все, мы, наверное, всю жизнь не могли определиться, кого мы. Ну, как все мы. Типа, когда говоришь, что кого больше любишь, покой или маму, так и, наверное, все могут определиться, кого мы больше любишь, и пушки, и пушки, и пушки. Как уже было сказано, мы писали не только стихи, но и прозу. Прозу у него, в основном, посвящена именем природе. Он очень был наблюдательным человеком, в котором он подмечал многое. Но когда вот мы уже переехали в стихи, мы жили на Карла Маркса, и у нас по дуру бродили лоси, тетерева, рябочки, ну, ничего плохого. Даже заглядали по дороге волки, и очень много птиц. И был такой случай, вот у отца есть рассказ, он называется «Попугай». Дело в том, что наша мама, она тоже очень любила и знала хорошо под роду, но как-то она у нее вырвалась, когда Томас, глядешь в окно, поползни бегают, по такому подеревням. То шейки прилетают, то еще какие. А тут какая-то красивая, яркая, простая птица. И я за счет, что глядите попугай. Вот тихонько ее очень долго попугаем не звали. Вот. Но опять потом, как говорится, опамяталась, думала, что это дятел, а совсем не попугай. И очень так получилось к месту. Вот. Ну, еще женя, отец сооружил всякие кормушки там. Как-то и птиц, и животных старался откармливать. И мы все как-то считали в порядке людей тоже. Все делали. мы как-то как-то с его Анатольевым замесливали к его 90-летию года назад что-то такое. Я-то хотела больше тогда именно прозвие написать. Потому что стихи многие читали в газетах, и пронавах, книжечки. А прозвие готовил, хотел издать, но не успел. Вот. Я, наверное, особо стихов читать не буду. Лучше попросила бы у вас присутствующих почитать. Потому что так и сущие. Ну, в семье у нас в наших писали, еще брат писал. Ну, так получилось, что начала писать сначала я, потом брат, потом уже отец. Ну, получилось. не он насутил, а мы его. Ну, он, в общем-то, это воспринимал очень нормально. И было с обеденосим, иди сюда, слушай, это правильно, это неправильно, а вот это как, а вот это куда? Смеляем, все равно не сплю. Вот. И очень до последнего вот эту вот, вот эту поэму о, освященной репрессии, он до последнего, не то, что дня, наверное, до последнего часа берет. куча вариантов лежит. Вот это, когда он слушает, вот это что-то наименается, давай вот это слово, знаешь? Слово хорошее, оно сюда не вписывается. Давай другое. И вот так вот постоянно, очень долго. Вот его последнее выступление было в октябре, а 22 ноября его уже не стало. Ну, очень хотел именно на этот вечер прийти, еще раз вспомнить отца, еще раз когда. То, история была очень интересная. Дело в том, мама, как переплеталась сюда, моя мама, она в детдоме, и ее койка стояла с койкой Катей Капустиной. Там Коль Капустин проходил, потому что делал сапсор, взял. Так что, очень все тут не было. Они, кажется, и жили, может сказать, на соседней улице как в Сенграде, вот так вот, но не встретились. Вот. Позово, наверное, все, что я хотела сказать. Паташа, а вот тут не написано, а кто автор рисунков? Кутерунков? Угу. Он не поменял. Угу. Он и помогал ему ее редактировать. Угу. Тут просто как компьютерная верстка. Ну, это не может. Да. Угу. Давайте теперь кто хочет что-то разное. Мы уже ватали вебина вебесну в принципе чуть-чуть от стихи. Да, я передолго. Ну, как мы все знаем, на творчестве Игоря Долгого многогранного. И у каждого из нас есть любимые стихи этого замечательного поэта и этого замечательного человека. Вот. И мы приглашаем вас сейчас почитать эти стихи, вот, исполнить об этом замечательном человеке, поэте, имя которого навсегда останется в литературной истории Тихона и в наших сердцах. Давайте я начну. Можно, да? Я прочитаю стихи Игоря Долгого из литературного Тихона из Бодрака. Это сновление уже озвучало, но тем не менее я прочитаю молитвы. Не дай мне, Бог, рельститься суетой, не дай мне, Бог, смириться с пустотой, не дай мне, Бог, от окрика сломаться, не дай мне, Бог, не быть, казаться. Там, где земля, зеленый сад, там, где звеня, родник, искрится, там, где непуганные птицы в глаза доверчиво глядят, есть неповалая страна, там невозможные, возможно, любовь, бестрепетно надежна, и дружба, трепетно верна. Туда, в зеленую страну, в тот сад, на веки заповедный, последний раз, на пир последний, друзей я старых позову. Они придут, мои друзья, неизможденные, седые, а как когда-то молодые, такие юные, как я, и внуки с нами будут. И им на память доброе наследство двойное попранное детство мы бережно передадим. Принзиме Пролетели мои журавли, тихой осенью в небе прозрачным растая, и дроздов моих шумные стаи оклевали рябину мою. Да и сам я теперь не пою. Может, песни, как серое поле застыло, или сердце, быть может, забыло, как весенние песни цвели, Пролетели мои журавли. Вечер в автографии. Поэзии, волшебный сад. Я маленько говорю. Просто когда-то скотворение было написано, у Игоря Леонидовича начались проблемы со слухом. Маленько. Поэтому это отражено здесь, в этом скотворении. Вечер в автографии. Поэзии, волшебный сад. Звучат стихи, а я в отчаянии, смущен, слова не различаю. Что не отвечу, не в попад. О, если бы я слышать мог, какими бы блеснул словами? Друзья, товарищи, я с вами. Грущу, усевшись в уголок, а мысль свободная бежит туда, где вольных звуков полны, и речки ласковые волн, и лес, и поле, все молчит. Шуршит бесшумный листопад, исчезли звуки в этом крае. Меня неслышно кликает, по небу лебеди летят. Ах, боже, боже, что за толк на глупую роптать запалу? Мой лес умок, и поле отзвучал. Спасибо. Действительно, в автографе, когда был Игорь Леонидович, был поэзией «Волшебный сад», который теперь отсутствует. Но не будем оброзны. Я написала четыре песни на стихи Игоря Леонидовича. Но самая любимая его песня была «Уж как пал туман». Я помню, был день города в летнем саду, и у меня в программе не было этого произведения. А потом, когда мы уединились там в одном месте, следует «Уж как пал туман». Он подошел ко мне и говорит «Спойте мне, пожалуйста, «Уж как пал туман». «Уж как пал туман» «Во дикой степи» «Во дикой степи» «На седой ковыль» «Уж как пал туман» «На седой ковыль» «На седой ковыль» «На седой ковыль» «На седой ковыль» О степи половецкая, А вот о степи на сырой земле Добрый молодец, крепким сном уснул, Руки праздные пораскинул он, За зубренный меч из рук выронил, Верный борзый конь ускакал во степь, Черной тучей воронью кружит. Ворон, ворон, да на пир зовет Добру молодцу очи выпейти. Будет дождичек, над ним слезы лить, Будет в голос выть по нему метель. Вместо бранное заметут снега, Порастет весной полынь горькою. Широко ты степь не обскочешь в год, Выше не орел распростер крыла. Тишь покой кругом, Лишь полынь трава, На седой ковыль колыхаются. И еще одно произведение, Там такие стихи, что я все время путаю, В словах. Но я попытаюсь спеть. Книжка-то нежные слова, не путайте. Ну я... Тоже есть. На какой-то момент. Смотрите, фотоцент. Смотрите, фотоцент. Говоря окошко, Серебром тропинки, Серебром кребинком Вымостил дорожки. Мне бы той дорожкой Побежать к кребинкам, Скрылся ясный месяц, Не найдём тропинки. Светил месяц ясный, не мани напрасно К тоненьким рябинкам лунною тропинкой Тонкие рябинки вырастут большие Склонят ветви долу, гроздья налитые А ущербный месяц, не найдя тропинки В кудрях поределых выбелит сединки А веселый ветер прошумит и канет Серебром декабрем студеным Старость в очи глянет, не томи напрасно Светил месяц ясный, не мани К рябинкам лунною тропинкой Светил месяц ясный, не томи напрасно Не мани к рябинкам лунною тропинкой Еще одну песню, тоже мою, мы споем потом с Галиной Николаевной Называется стихотворение, произведение Березонька Оле белая березонька Песню тихую поет Оле тонкою березоньку Как былинку ветер гнет Льют и льют дожди осенние Всю та ночь и целый горень И стучит по телу белому Злая зимняя метель Ледним днем в тени не спрятаешься Поле чистое вокруг Нары горюешься, наплачешься Без друзей и без подруг Весна в сердце разрывается Кто березку позовет А подруженьки красавицы Милых кричут в хоровод Там дубы широкоплечие Клены шапкою кудрей Вместе горе мы как легче им Вместе радость веселей В поле белая березонька Песню тихую поет В поле кампую березочку Как былинку вечер гнет В поле белая березонька Песню тихую поет В поле тонкую березоньку Как былинку ветер гнет Гот В поле белая березоньку Хочу сказать, что, конечно, Геонид Ильич был большой поет Он понимал, селил русское слово Я тогда начинала еще писать Мне было очень трудно И самое было трудное Составить грамотное предложение Чтобы там все совпадало И падежи, и время, и так далее Вот этому он меня, конечно, научил Большое ему спасибо И низкий поклон ему памяти Стихи, которые я уже почитал И поэтому я почитаю стихотворение Которое очень ему нравилось Оно мое Он очень его любил Это стихотворение Называется «Благовест» Был благовест на утренней заре Пресветное Христово воскресенье Величием дышали песнопения От празднично горящих алтарей Как ангелы белели облака И душу мне пронзило озарение Христос воскрес Слезой благоговения Ожглась свечу, державшая рука Спасибо Я тоже хочу прочитать Конечно Молодого человека, пожалуйста Давай Пусть я прошу Нет, Галина Николаевна Галина Николаевна, пожалуйста Я тоже хочу прочитать Мне все понравилось Все понравилось Но я хочу прочитать стихотворение Думать Не мне судить, что есть любовь Не мне Нет, сердце не забыло волнение крови Эта кровь и ныне не остыла в жилах Не мне судить, не мне А память хранить Хранить не в силах позабыть То и в юге чувственную замыть Той связи трепетную нить О, эта нить Она прочней стальных цепей Чем все крепления Менять дар жизни и любовь Свой день и час и свой черед Узнает он восторг и пламя А опыт прошлого он с нами Но каждый заживо живет И все, что зло И все, что зло Пусть насовсем оно сгниет В владениях сатаны А мир живет Пусть мир живет Не ведая войны И все вопросы разрешит Без взрывов, без крови Пусть плачут женщины на взрыв Страдая от любви На все века Во все года Земля одна на всех Так пусть звенит На ней всегда Счастливый детский смех Вот Стихотворение Екатерины Лебедевой Оно было у нее посвящено Уже после смерти Да? Два стресса Называется Игорь Долгого поэту Другу Незримый Ты сегодня на лето Окиньте друзей Прощальным взглядом Еще вы с нами Но уже никто Не сможет предложить Садитесь рядом Мы будем Слушать песни И стихи Мы вспомним Ваши отзывы Советы Вы Вы простите Если вдруг Грехи Невольные Случились с нами Где-то Спасибо за участие За свет За верность Слову Делу Просвещению Мы не услышим Ничего в ответ Прощаемся С любовью С восхищением С сожалением Наташа Историю 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 птичьей Семьи С детками Да, как, например Стихотворение Вокруг Слава вам Анатолий Александрович Потом будете Что? Да Игорь Игорь Леонидович Был Человек Выдержанный Тактичный Интеллигентный Опытный Поэт Он и мне Давал Ценные Советы Для Улучшения качество стихов. Струн душ последнему куплету, но и внимая иногда глухие. Памятник ушедшему поэту это навсегда его стихи. У меня до сих пор не было песен на его стихи. И вот на днях я прочитал его творение, перечитал, под названием «Скорбный марш». И из него я взял отрывок, который сейчас вот в такой форме и вспомнил. Песня «Скорбный марш» Песня «Скорбный марш» Песня «Скорбный марш» Подмоги нет, но отступать нельзя. Наш лейтенант кричит «Держись, ребята!» Песня «Скорбный марш» 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 Кот как до кренера тебе с врачом понял, 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 Вопрос в божестве нашей грехове Юнош сном даруй к чей и сей овень Куда закринем и тебе с врачом полного Куда местный вид мой душа кустого Куда закринем и тебе с врачом полного Куда местный вид мой душа кустого Куда местный вид мой душа кустого Куда местный вид мой душа кустого Куда местный вид мост Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да ради бога! А хочешь на память книжку Подписана Игорь Долгов Субтитры сделал DimaTorzok А обращаются в душе. Ну вот и второе такое субтитры DimaTorzok Это память Игоря Леонидовича, но память вообще всех поэтов День поэзии. Монолог Метежной души погибшего поэта. Глядитесь, в трауры небеса одеты, Не светит кожа медведицы большой, И я навсегда покинула поэта, Нет больше сил служить ему душой. Он не жалел меня, Все ждал, созвал куда-то, Спешил прийти, увидеть, победить. Был бунтарем, мечтателем, солдатом, Всех ран его не счесть, не залечить. Я задыхалась. Мир попав жестокий, А он слезинки собирал мои И превращал их в буковки и в троги, И строил храм на собственной крови. А коль случалось, слов не доставало, И стены воздвигались кое-как, Он все ломал, все начинал сначала, И снова боль, и пена на губах. Он рвался ввысь, срывался, падал в бездну, Но все прощало, понимала и я. Раз есть поэты, значит, есть надежда, А нет надежды, нет и бытия. Я столько с ним скиталась по дорогам, Что от меня он, видимо, устал, И я ушла ответ держать пред Богом, А мертвый он зашел на пьедестан. Спасибо. Атеистом был Инатий. Я молюсь теперь ему, Чтоб вернулась Божья Матерь Ко народу своему, Чтоб нам жить от урожая, А не милостей ничьей, Никому не угрожая, Не тупя своих мечей, Чтобы Русь была живая И хранила славный вид, Языка не забывая, Не меняя алфавит, Чтобы прелесть русских сказок Не ушла из бытия, Чтобы песни дивных красок Создал, может быть, и я. Пусть пребудет тихо-инстатный И над миром вновь и вновь Раздается благодатный Звонкий глаз колоколов. Прочитаю стихотворение. Прости, прости меня, Прости, прости, Что путь свой не сумел пройти, Что голос мой был слаб, не смел, Что должен петь был, не допел, Что замолчал на полпути. Прости за все, за все, прости. Признание Бывает, сон не идет, Ночь на исходе, Тишина. Еще спокойно спит страна, Как сердцу дорога зеленая она И в золоте осенне, И равниной снежной. Россия, мать, Да более нежно люблю тебя Любовью последней. Висели час и дни сомненья, С тем и уйду в забвенье. Я хочу добавить. Давай, Николаевна, хочу добавить. Значит, Игорь Леонидович, Он еще и песни сочтел. У него был роман с временем «Не говори мне о любви». Но он никогда его фотографии не исполнял. Мы с ним исполняли Файера Декана В втором этаже, вдвоем. Он сделал, я сделал Это второе голоса. Нас с ним очень хорошо получили. Но это было всего один раз, Поэтому я даже не помню, Что ты не говорим, Я говорю, не помню. Очень замечательно. Я говорю, А почему вы на сцене, Ну, не, не, на сцене, Не, меня просмеют. Нет, я не буду, не буду. В общем, еще неизвестно, Сколько он вообще песен написал, Но это был замечательный романс. Я жалею, что он нигде не записан. Замечательно просто. И вот заканчивался автограф, А мы с ним шлем поедем, Чтобы исполнить. Давайте исполним, Давайте споем. Вот так вот. А я хочу еще одно Секретаре прочитать. Конечно, Галина Николаевна. Мне вообще многие нравятся. Мне тоже. Целую руки, милых дам, Жен, дочерей, Сестер и мам. Включить приезд еще бы мог, Тве крови, тетя, залова, ксмог. Желаю вам на радостном Всем красоваться и свистеть. Лишь только, Господи, прости, Не дайте сердцу зажиреть, Сердцу зажиреть и шерстью полести. Спасибо за чудесный вечер. За то, что мы вспомнили Замечательного поэта. Я думаю, что теперь он будет В наших сердцах всегда. Вспомнили его творчество. Ну вот, как Наташа сказала, К сожалению, да, Мы сегодня говорили о стихах, Песнях. Но я думаю, у нас еще будет время, Наташа, и для опросы. Да, и, конечно, я благодарю Наталью Игоревну. От нас от всех. От нас от всех благодарю. От и... От нас от всех. 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 Продолжение следует...